Всем привет! С вами Ольга Чернова. Продолжаем нашу огородную азбуку. 15 ноября. У меня за окном минус 17. Все теплицы, вон, придомовая, вижу уже такие узоры. У нас, короче, полностью зима. Самое время повторить то, что мы в прошлом году я говорила, и кто что-то не понял. Так, 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 где-то я вопросы. И вот очень интересная как раз эта тема про два томата в одну лунку. Снова начинают приходить вопросы. И я хочу сказать вам, что в прошлом, в позапрошлом году, когда я рассказывала, я постаралась очень-очень подробно все рассказать. И вот сейчас уже приходит как обратная связь, приходят отзывы людей, которые попробовали этот метод. Кому-то не понравилось, а кто-то пишет, что я вообще в шоке. У меня столько томатов, что не знаю уже куда девать. Я еще раз напомню, что в прошлом году рассказывала очень подробно. Я даже, когда не могла объяснить, рисовала вот такие картиночки, веселые картинки были, подробные видео были. И вот сейчас хочу рассказать. Я, конечно, все уже не буду все это опять показывать картинки, расскажу просто на словах. Два томата в одну лунку. Что это вообще такое? Много комментариев было летом, некогда было отвечать. Сейчас расскажу. Когда я показывала, как я высаживаю два томата в одну лунку, многие скептики писали, это у вас вовсе не два томата в одну лунку, просто два томата рядом. В чем смысл, я не знаю. Я объясню. Я считаю, что все-таки у меня два томата в одну лунку, потому что... Почему? Делаю одно углубление. Вот как рою, удобряю, делаю одну лунку. Высаживаю туда два томата. Поливаю их вместе. Все удобрения, если какие-то нужно там припылить золой, там все делаю вместе, и лунка у них общая. Значит, все-таки это два томата в одну лунку. Многих смущало, что у меня у некоторых большое расстояние между томатами, и почему-то люди считают, что если два томата в одну лунку, я говорю, то они должны быть прямо так вместе. Но я так высадить не могу. Объясняла уже сто раз, но некоторым лично там писала, что у меня-то между томатами мне нужно поставить еще колышек, и я те томаты, которые, например, в один ствол буду гнать, 10-15 см все-таки оставляю, потому что между ними кол же должен быть. А если томаты более такие раскидистые, которые вообще лучше бы не высаживать в одну лунку, между ними, вот как петруша я высаживала, я вообще делаю расстояние сантиметров даже до 30 см. Просто делаю огромную, эллипсовидную лунку, такую не круглую, а продолговатую, но все равно полив в одну лунку, и все у них в одну лунку, а не просто им нужно больше места. Ну вот что это я объяснила, это когда используем вот такую уплотненную схему посадки. Вообще у нас же, ну как, во всех справочниках и везде написано, что томаты должны быть рядами, между рядами и между ними должно быть 40, 50, там 70, даже 90 сантиметров в зависимости от сорта. А тут мы их сдваиваем. Зачем это я делаю, я уже, ну как рассказывала, потому что очень крошечный участок, очень крошечный участок, как и у всех вероятно, у многих у нас 6 соток, у меня 6, 6 с половиной, уже даже не мерили в последнее время, не знаю сколько там у нас, от 6 до 7 соток. Хочется побольше высадить, и особенно если сорта, например, компактные, если вот эти детерминатные, вот как Демидов, ну еще какие там есть у меня, Роза Ветров, Ренет, почему бы их немножко не сдвинуть? И тем более у меня колия, если я буду все, вот в этом году было около 2000 корней высаживала, если я буду каждому томату привязывать колышек, отдельную веревочку, вы понимаете, подвязка три раза у меня. Это мне нужно будет, если 2000, 6000 веревок, это вообще умопопрочительство какое-то, нет. Я, во-первых, экономлю вот эти всерасходные материалы, один кол на двоих у них, три веревочки тоже на двоих, я их к одному колу привязываю. Ну зачем? Ну конечно, во-первых, самое главное, это экономия места. Я начала с экономии места, потому что хотела как-то сэкономить. Увидела давно-давно эту статью в каком-то журнале, это очень много лет назад, до сих пор благодарна этой женщине, так как сейчас меня другие уже, с того до, ну огородники, благодарят. Ну вот, экономия места, экономия расходных материалов. Ну а во-вторых, не знаю, мне так удобно. Но сразу хочу сказать, что два томата в одну лунку опять ведут за собой дополнительный, вот этот уход, дополнительный расход времени. Потому что если мы начинаем уплотненную посадку, ясно, что места меньше, им солнце уже, ну как вроде бы, они могут затенять друг друга. И тут уже нужно позаботиться, чтобы они не мешали, не затеняли друг друга, чтобы томаты не вытягивались. Нужно вовремя, если например, индетерминантные вы решили спарить, нужно вовремя и удалять пасынки, и прореживать ярусы, и нижний ярус, убирать листья, которые стареют, желтеют, и средний ярус, который закрывает, например, других, это все убирать. Но это вы все сами поймете в процессе работы. Ну и так же, как везде, получая плюс, ну с одной стороны, с другой стороны мы получаем минус. Да, мы экономим место, да, я экономлю вот эти веревочки, эти колышки, мне так удобнее. Но это влечет все за собой. Повышенный уход, повышенное внимание. Главное не дать им зарасти. Все, это была небольшая такая водная часть. Что это такое два томата в одну лунку? И зачем я это делаю? Ну, во-первых, что это такое? Опять же, я говорю, что это не обязательно, они прям вот так должны быть. Да, если индетерминантные сорта, они прекрасно спариваются, если их вести в один ствол, их можно прям рядом вот так посадить, и они будут расти. Что мы получаем этим? Вот смотрите, я не знаю, как это объяснить, но я в прошлом году пыталась объяснить, кто-то понимает, кто-то не понимает. Многие говорят, можно точно так же вести индетерминантный сорт в два ствола. Те же самые два ствола, то же самое количество кистей и все. Но вы поймите, на эти два ствола будет всего одна корневая система. И она порой не может обеспечить столько питания, столько сформировать томатов, как эти же два ствола, ну, когда они просто рядом с двух корневых систем. Да, две корневых системы, два ствола, можно их вместе к одному же, ну, как шпалере, к одному колушку. И это получается, вот, кто делал так два томата в одну лунку, ясно, что на двух корнях больше все это, как сказать, больше поступит всего этого, ну, два корня. Именно поэтому я иногда их, даже когда не нужно столько места расстояния, я иногда их раздвигаю чуть-чуть подальше. Вот когда между ними 10-15 сантиметров, вот так вот, даже 20, они больший объем грунта вокруг себя вот так вот, ну, как осваивают. Вот у меня была картиночка, я даже показывала тем, кто не понимает, вот растения, если корневая система тут вот такой кусочек всего осваивает и питательные вещества отсюда берет, то когда мы два томата высаживаем, у нас уже вот такой размер грунта на те же два ствола, что вот у этого мы, например, оставим два ствола. Я не знаю, конечно, это решает каждый сам уплотняться или не уплотняться, делать так или не делать. Кто-то вот, я читаю уже сейчас ответы, одна зрительница написала, я посадила, попробовала, но приезжать было, не было времени, приехала, у меня так все заросло, что я пожалела, что так густо их насадила. Еще раз говорю, перед тем, как пробовать этот метод, естественно, нужно какой-то небольшой, ну пусть одну грядочку, посадить 10 кустов, попробуйте. Лично мне нравится и то, я все сорта не высаживаю так, я вам потом расскажу, какие идеально подходят сорта к этому, а какие плохо. И вот здесь в следующем видео, отвечу как раз на вопрос, уже сейчас приходит вопрос, вот Татьяна Васильева написала, какие сорта разные можно или высокие с высокими, или как-то по-другому. И все интересуются, какие сорта вот можно спарить, а какие лучше диспаривать. Но это в следующем видео, я не хочу удлинять, я вот так вот каждую тему буду разделять. Я думаю, так удобнее. Вот кто хотел просто узнать, что это такое и зачем это, он послушав это видео, может быть следующее не будет смотреть, потому что подумает, у меня и так много места и времени нету на дополнительный уход, значит я не буду рисковать, не буду ничего делать. Все, до свидания. Это у нас тема, два томата в одну лунку, что это, зачем, делать или не делать, стоит или не стоит, все ли можно так высаживать. Все.